The original link to the video will be in the description down below. Или это из-за чьих-то слов? Или просто игра отвратительна? Ведь невозможно представить, чтобы ты был проблемой, так? Но это не важно. Ты впадаешь в злость, и ты, вероятно, проиграешь. И нет никакой до тебя надежды. Или всё-таки есть. Я Маус Хакет, выздоравливающий агрессор. И сегодня, при помощи двух профессионалов, я покажу, как сказать «нет» Тильту. Тильт – это назойливая вещь для всех спортсменов. И влияет она тоже на всех. От безнадежных игроков с самого дна, до высших хищников киберспортивного мира. Никто не защищен от злости. Многие думают, что понятие Тильт пришло из покера, но на самом деле всё ещё тянется со времён пинбола. До 1947 года самые ранние автоматы для пинбола не имели флипперов, поэтому они раскачивали его корпусом, чтобы контролировать движение мяча. Но со временем из-за одержимости набрать высокий результат, люди заводили Тильт слишком далеко, и это сказалось на автоматах. Для продления их жизни производители придумали флипперы, потом Тильт – механизм, который автоматически заканчивал игру, если кто-то чересчур увлёкся. Когда заядлые игроки перешли с толчков корпусом к технике опоры, Тильт стал сленгом для тех, кто плохо играет или настолько злится, что задевает механизмы об окончании игры. В итоге Тильт проделал путь от городских баров и автоматов 70-х до покерных столов, где понятие приобрело значение, используемое по сей день. В покере понятие Тильт объясняют того, кто эмоционально зависим от проигрыша денег, и обычно это ведёт к агрессивной игре и заканчивается волной бомбёжки. Когнитивный психолог, эксперт покерного Тильта и обладатель ранга легенды в Харнстоун Юси Паламаки, говорит, что Тильт в покере всегда начинается с весомого денежного проигрыша. Тебе хочется чаще входить в игру, и за ощущение, что чем быстрее ты вернёшь то, что, как ты считаешь, принадлежало тебе, тем будет лучше. У тебя есть стремление вернуть то, что принадлежало тебе во имя справедливости, и это означает, что тебе больше надо входить в игру, играть более агрессивно. И затруднительно проследить, когда именно Тильт проделал путь из покера в гейминг, если взять их похожую соревновательную составляющую, то нетрудно понять, как это произошло. И с ростом популярности соревновательных онлайн-матчей в начале нулевых, критерий, который стал важнее для геймеров, чем деньги, это ММР. Я проиграл 150 очков, Елой! Я взял на себя все проигранные команды Елой и положил всё на свои плечи! Задумайтесь, что вы делаете, когда видите, что эта цифра начинает падать? Правильно, вы возвращаетесь играть. Это стремление вернуть то, что несправедливо отняли у нас, уходит корнями к нашим эволюционным инстинктам. Когда твои древние предки видели, что у них что-то забирают, их первая реакция – это злость и жажда вернуть обратно. Иначе они не выживут. Паламаки верят, что когда вы полностью контролируете ситуацию, вам незачем злиться. Но если вы проигрываете, когда не должны, вот это может довести вас до предела. Это будет очень тяжело. Он не имеет никакого времени работать. Бомб-пэс может взять 5 секунд alone. Он будет заходить на фонарь. Керраган просто его поднимет. Он будет потерять несколько пистолетов. Кенниес, он поднимет и убивает! Керраган не может отнимать, а потом он получает 2-й! Кенниес, он поднимет ряду! В самых соревновательных играх тильт может быть очень высоким барьером на пути к успеху. И так как существуют разные причины для тильта, отличается и градус накала. Большинство из нас стартует в позиции 90 градусов. Когда вы вообще не злитесь. Следующее 45 градусов, также известно как острый наклон. Это по сути где все начинается и где вы становитесь нестабильной. И это дополняется еще и тупым наклоном. В этой позиции вы уже начинаете орать на команду, бить по столу. И вообще играть ниже своих возможностей. И наконец 180 градусов, полный наклон или известный как чистая бомбежка. Как вы безумно не смотрелись данные премьеры, помните, что злость это нормально. И каждый через это проходит. Даже Паламаки говорит, что он восстанавливается от тильта. Покер в 2009 году. Самый худший пример тильта был, когда я взял подушку и начал как можно громко в нее орать. И закончил все это тем, что у меня несколько дней болела голова. У меня была теория, что ощущение как будто я себя ударил. И здесь я понял, что мне надо пересмотреть свое поведение. Но как бы болезненно обычно не проходил бы тильт, вы можете восстановиться. Реально возможно настолько сильно войти в тильт, что вы можете вернуться в состояние дзена на определенный момент. В гранд-финале Six Invitational в 2018 году, где Evil Geniuses лидировали 2-0 в серии, и Пента просто падала на дно. Я тихо злился. Тут начались крики, что вообще происходит. Мы ужасны, мы можем играть лучше. Вы хотите проиграть, я не хочу проигрывать. Но это как раз позволило каждому выговориться. Мы на друга накричали, каждый выпустил пар. Ты сделай это, ты сделай то, я тебя ненавижу. И затем он сказал, я не хочу проигрывать, а вы? И вот тут у нас щелкнул, и мы сказали, нет, мы не хотим проигрывать. Какой бы казалось невозможной была ситуация у Пенты, они сами отправили ЕГЭ в полный тильт, перевернув ситуацию. Неудачи – это неизбежные преграды в жизни и киберспорте. Вы не можете быть идеальны. Вы никогда не выиграете каждый один на один, и вы будете ошибаться. Но научившись справляться с агрессией, вы можете увидеть, что отличает триумфальную победу от сокрушительного поражения. И с престижными титулами и огромными призовыми фондами на кону, много киберспортивных команд начали приглашать психологов. И самый очевидный победитель от этого прогрессивного решения – это состав ПКС «Астралис», команда которой до 2017 года стала известна тем, что постоянно останавливал шаги от победы. Мы, я в частности, поняли, что мы не можем все пенять на невезение, потому что это происходило слишком много раз. После провала, несмотря на свои ожидания на бостонском мейджоре в 2018 году, «Астралис» пригласили психолога Ларса Робла для улучшения командного духа. И давайте честно, кто может знать, как это сделать лучше, чем кто-то с 20-летним опытом работы в датском спецназе? Иногда люди мне задают вопросы, какие различия между Counter-Strike и реальностью, и Counter-Strike гораздо быстрее, чем реальная война. Вот эти быстрые решения, которые ты должен принимать, количество решений, время для их принятия – раз. Количество муниеносных решений и командной работы, которые CS GO создает, диктуют темп игры, который меняется из раунда в раунд. И то, как вы воспринимаете эти эмоции, от этого и будет зависеть дальнейший результат. Это непонимание. И это даже не ярость, что является проблемой. Это то, что ярость может подтолкнуть делать с тобой, но ты этого при этом не делаешь. И всё. Ты должен принять, что это есть. Так, когда вы начинаете чувствовать, что теряете рассудок, и да, я сейчас хожу в тильт, первую вещь, которую надо сделать, и это всё дело техники. Это зафиксирует, что вы уходите от своего первоначального плана. С тех пор, как Ларс и его команда внедрила психологию выхода из тильта для игроков, успехи команды набирали и не сбавляли темп. Первый раз, когда я встретился с Астралис, и мы начали этот путь, мы пошли на борт подводной лодки, вообще без компьютеров, и мы сидели на старом корабле и стали формировать мечту, что мы хотим достичь. И затем мы разбили мечту на более конкретные и очень достижимые цели, которые мы контролируем. Мы решили, насколько каждый хочет вложиться в это. И это дало то ощущение контроля, которое нам было необходимо. Для поддержания чувства стабильности и контроля, Астралии создали программу из трёх шагов для управления тильтом в игре. Первое, вам нужно зафиксировать чувство агрессии и принять это. Второе, это выпустить пар, увидеть, что вы отклонились от своего плана игры. И, наконец, перефокусироваться, вернуться обратно в ситуацию, которую Ларс называет здесь и сейчас. Что я увидел, у них было очень много негативного опыта и плохих результатов. Сейчас это исчезло. И это также дало возможность принимать решения на грани. И эта работа окупилась. Астралии полностью себя перестроили. Из известных артистов-неудачников мира КС В лучшую команду, которая играла в данную игру. И в следующий раз, когда вы почувствуете очередную волну тильта, Помните, зафиксируйте, выпустите пар и перефокусируйтесь. Если это сработало с датскими завоевателями, То почему не может работать с вами? Это сработало уже со мной. Я уже не подамся агрессии. Нытик! Нет, меня никак это не задевает. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте подписываться на наш канал, Ставить лайки, писать комментарии. Любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, Ссылка на донейшн на рёс будет внизу в описании. Всем до скорой встречи и поменьше бомбёжки в катках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok